Якутские художники Морозов не боятся. В минувшие выходные они вышли на улицы старого города, чтобы провести экстремальный пленер. Организовали его сотрудники Национального художественного музея, при котором работает мастерская Art Hall. Тему продолжит Сарглана Захарова. До минус 50 не хватило буквально 5 градусов, но и минус 45 не сказать, что самая комфортная температура для того, чтобы рисовать и находиться на улице длительное время. Но 19 начинающих художников из разных уголков города это никак не испугало. Место для творчества на свежем воздухе выбрали одно из самых живописных – Старый город. Здесь можно увидеть во всей красе купола Преображенской церкви и памятник Петру Бегетову и жилые кварталы столицы. У нас такие морозы прямо с таким туманом, думаю, только в Якутии. И туман, он очень сам по себе красивый, я думаю. Почему не попробовать испытать масляные краски в 50-градусный мороз? Чтобы краски не замерзали, вместо воды используют специальный растворитель. Опыт удался. Краска не только не замерзает, но даже норовит растечься по холсту. У меня не замерзает специальный растворитель, и нормально ложится. Я, может, сильно даже разбавляю, что она подтекает. Она как бы лежит такая, подмерзшая, но растворителем нормально ложится. Вот что меня удивляет. Ирина Витальевна о необычном пленэре узнала из мессенджера. До этого рисовала только в детстве. А тут заинтересовалась и решила прийти просто посмотреть. Но на месте для добровольца нашлись и кисти, и холст. Ну, рисовать-то я не умею, но очень интересно, что это такое. Пойду просто посмотрю, как люди будут это делать. А оказалось, что вот есть мольберт для меня. Ну, по крайней мере, это первый опыт. Очень здорово. Испробовать свои силы в творчестве решила и Ирина Кириллина по профессии фельдшер-лаборат, а в свободное от работы время начинающий художник. Для работы на 40-градусном морозе она выбрала один из самых надежных инструментов – постельные краски. Я вот постелью впервые пробовала, пробую вот этот рисунок. Нравится мне постель, оказывается, очень хороший. Вот, наверное, в эту погоду только постелью, такую погоду, наверное, и постелью только и получится рисунок. Все работы получились весьма атмосферными, ведь помогали художникам настоящий мороз и туман. И теперь даже в самый жаркий летний день от них будет исходить свежесть зимнего утра. Саргалана Захарова, Владимир Павлов, НВК Саха, Якутск.